Ну и мы все время апеллируем к Соединенным Штатам, ждем от них и миротворцев, и финансовой помощи, и теперь уже оружие. Но не стоит забывать, что кредит доверия, вот он не бесконечен, как и в личных отношениях, так и в отношениях между странами. И последнее время американские чиновники, в том числе и очень высокого ранга, к примеру, вице-президент Байден, который был в Киеве и был не один раз, все чаще они говорят о том, что стране и самой стоило бы действовать активнее, а не только надеяться, что, помните, как у классика, за границей нам поможет. Эти месседжи, все откровение, ну вот в частности, посол Соединенных Штатов Украины, Джеффри Пайетт, в недавнем интервью Юлии Мостовой, в «Зеркале недели», вот оно, высказался абсолютно прямо, он сказал, что реформы – это вопрос жизни и смерти для страны. Незадолго до эфира «Подробности недели» мы здесь, в этой студии, поговорили с господином Пайеттом, и сейчас вы увидите запись этого интервью. Пожалуйста, вслушайтесь в главные месседжи дипломата, ведь интервью продолжительное, но оно очень откровенное. Прошел год с того момента, как Арсений Яценюк был назначен премьер-министром, и вы лично, и госсекретарь Джон Керри, когда он приезжает в Киев или говорит по телефону с Киевом, скорее всего, слышите те же самые правильные слова, как и год назад, но на деле реальных реформ не видно. Нет ли у вас чувства, что Украина теряет свой последний шанс? Это был экстраординарный год. Я думаю, что премьер-министр, президент и их команда заслуживают одобрения за то, чего они достигли, за честные выборы, самые честные выборы в истории Украины, за соглашение с МВФ, которое помогло поддержать экономику Украины, а самое главное, за то, что Украина выжила. Украина смогла дать отпор постоянным попыткам России разделить Украину на части, посеять раздор, и я полностью согласен с вами, что основным требованием Майдана было проведение глубоких реформ в системе управления, экономике, и это до сих пор остается самой главной задачей правительства, а Штаты будут помогать ему справиться с этой задачей. Говоря о происходящем в вашем недавнем интервью «Зеркало недели», вы сказали, что проведение реформ в Украине является вопросом выживания страны, вопросом жизни и смерти. И что, если все будет продолжаться, как и ранее, возникнет вопрос, выживет ли Украина, нет ли у вас чувства, что вас не услышали? Не соглашусь с вами. Мысль, которую я хотел передать в этом интервью, сейчас момент жизни и смерти для Украины, в смысле проведения реальных реформ. Это то, что я слышу от многих политиков в Украине. Старые практики глубоко вжили систему, и нельзя просто изменить лица, нужно менять систему. Но ведь вы наверняка разговариваете с крупными американскими бизнесменами, с инвесторами, что они говорят? Разочарованы тем, что реформы проводятся недостаточно быстро, но они признают, есть и определенный прогресс. Новая система госзакупок, меняется правовая система. Вы избавляетесь от посредников между покупкой и подставками газа. Это все шаги вперед, но это только часть работы. Предстоит долгий путь, чтобы осуществить настолько глубокие реформы, насколько требуется. Когда вы давали интервью Андерсону Куперу с CNN, о происходящем на Донбассе, то сказали, что ситуацию можно изменить одним телефонным звонком. Что вы имели в виду? Мы считаем Россию основной ответственной стороной за невероятного масштаба насилия, которое происходило на Донбассе весь прошлый год. Недавно мы опубликовали дополнительные данные. Мы знаем, что регулярные части российской армии принимали участие в захвате Дебальцева, военных действиях, которые происходили уже после того, как Минское соглашение должно было вступить в силу. Россия поставила сотни и сотни единиц тяжелого вооружения с декабря, с момента тишины, в том числе и те, которые использовались в атаке на Дебальцева. Мы считаем, что российские генералы принимают участие в конфликте на Донбассе, и что российские офицеры командуют тактическими военными операциями на Донбассе. Мы знаем, что Россия использует современная электронная система наведения ракет класса «Земля-воздух». Это то, что я сказал Андерсону Куперу, что этот конфликт можно остановить одним телефонным звонком, звонком президента Путина. Россия создала этот конфликт, Россия способствовала его эскалации в декабре-январе, и Россия должна принять решение о его деэскалации. Говоря о российском военном присутствии здесь, в Украине, есть ли у вас дополнительные доказательства? Да, у нас очень много доказательств. Командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Ходжев сказал, если вы не признаете военное присутствие России на территории Украины, это значит, что вы не хотите его видеть. У нас есть спутниковые данные, у нас есть собственные источники, доказательства российского военного присутствия на Донбассе, а также очень много материалов, которые сейчас появляются благодаря западным журналистам, которые ездили на Донбасс и встретили там россиян, к примеру, с Дальнего Востока. Сфотографировали танки и другую военную технику, которая никогда не производилась в Украине. Они сфотографировали колонны техники, которая двигалась очень организованно. Это не ваши шахтеры или фермеры, как Путин пытался это представить. Если у США и других стран мира есть эти доказательства, возможен ли новый этап санкций? Что сейчас планируется? Напомню слова, которые произнес министр финансов США Джейкоб Бью, когда он был в Киеве, мы еще не закончили. Наши инструменты по поводу следующих шагов не исчерпаны. Но на данный момент я воздержусь от упоминания того, что конкретно это может быть. Говоря о возможной поставке американского вооружения в Украину, гуссекретарь Джон Керри сказал в Лондоне пару дней назад, что у президента ша есть несколько дней на то, чтобы решить, одобряет ли он это жизненно важное для Украины решение или нет. Мы все хотим, чтобы Украина могла защитить свою суверенную территорию. Конгресс США одобрил выделение 120 миллионов долларов в этом году для обучения и для покупки оснащения. Единственный вопрос, который все еще обсуждается, должно ли это включать в себя оборонительное летальное оружие. Но, откровенно говоря, я считаю это намного менее важным вопросом, чем наши усилия по увеличению оборонительной способности украинской армии по проведению оборонных реформ. Они так же важны, как и реформа милиции, которую мы обсуждаем с Министерством юстиции, реформы по ценообразованию на газ и энергоносители, которые мы обсуждаем с Министерством энергетики. Проведение этих реформ является невероятно важным. В начале нашей беседы я уже сказал, что для Украины сейчас нет ничего важнее, чем реформа системы и утверждение европейских ценностей, к которым стремятся украинцы. Спасибо большое за ваше время. Был рад снова вас видеть. Вам спасибо.